Всем привет! Снова здравствуйте! Хочется снять коротенькое видео Как сделать зонтик В принципе, с чего его делать, как начать Что использовать и как обычно, ну, в простом варианте Хотелось бы ответить на вопросы, связанные, конечно, с тем, что Вроде как, что-то в видео нет, как будто что-то вырезанное Смысла этого делать у меня нет, потому что я сам пользуюсь этими видео Когда что-то забываю И смысла что-то недопоказать и что-то обрезать лишнее у меня нет Второй вопрос, потому что ничего не понятно Тот, кто только начинает изучать The Brush Очень много, конечно, вопросов Бывает, пересматриваешь уйму видео на английском, итальянском Да чёрт его знает, в каких языках И вроде бы ты всё увидел Но где-то что-то забыл И с пятого, четвёртого раза у тебя всё получается Это лично на моём примере у меня тоже так же было Так что не парьтесь, всё нормально Пересматривайте и повнимательнее видео Смотрите, может вы где-то что-то пропустили Где-то что-то с сеткой у вас Может модель как-то вы не так подготовили к работе Всё это вроде мелочи, но бывает ты делаешь всё так же по видео Но у тебя что-то не так с моделью И у тебя вылазят казусы, что где-то ты что-то не можешь вытянуть Где-то что-то нанести и где-то чего-то добавить Просто не воспринимает модель этого Так, ну в принципе таких-то вопросов больше нет Ещё повторюсь, наверное, я канал когда делал вот этот Мне не важно показать, как я что делаю, классно или плохо Мне главное, чтобы тот, кто начинает только учиться Меньше тратил времени на пересмотр иностранных видео Допустим, спасибо опять же авторам, на которых я учился Где-то что-то пересматривал, бывало и по 25 раз Но начинайте смотреть все видео Именно сначала С первых видео и поднимайтесь потихоньку кверху По вопросу, что и как там по видео с мышкой Вот, которое видео есть по мышке Есть ещё до этого видео Как сделать маску Вот именно таким же принципом, но более попроще И если что-то непонятно Вот именно по мышке То можно ещё посмотреть то видео И у вас, возможно, что-то станет на свои места Так, ну в принципе всё Может не так как-то ответил Ну, давайте рассмотрим, как сделать зонд С чего начать Что использовать и так далее Опять же, всё по-быстренькому Чтобы чисто понять, что и для чего и как Так, начнём с цилиндра Можно открыть цилиндр Жмём Edit Так, теперь заходим в Initialize И включаем поле F Смотрим, вы видите, что много тут граней Рёбер HD Wide Вот эти уменьшим Вот так вот И в принципе, больше нам тут делать нечего Вот именно вот так вот будет зонтик Состоять из этих вот ребер Так, жмём Make Polymesh Теперь Ctrl-Shift-Alt При кнопке зажимаем И левая кнопка мыши Обрезаем вот это дело Вот остаётся у нас вот такая верхняя деталь Низ её не виден Теперь мы заходим в Display Properties И жмём Дубликат Чтобы было видно и И нижнюю и верхнюю часть Когда выравниваем, опять её нет Не пугайтесь, повертите мышкой Так, выравниваем её вот так теперь Ну, чтобы сверху её видеть Опять же с помощью мышки И теперь зажимаем Ctrl Квадрат вот так вытягиваем И зажатый пробел Вот так на середину ставим Чуть-чуть вот так боком её ставьте И включайте Move Вот сюда поставьте вот этот Вот это дело Чуть-чуть это всё Посмотрим, как работает И вот теперь вытягиваем Вы видите, что Вытягивается вверх-вниз Как хотите Вот именно Вот это зонт Как вы его поведёте Вот такой формы он и будет Делайте его ровней, правильней Вот таким образом Вставьте Включайте Drive Вот этот И вот у вас уже Получается Вот такой вот зонт Если вы где-то скривили что-то То можете выровнять его Вот именно Опять же с помощью Move Подровнять Вот таким образом Можете его сделать Вот так побольше Можете его сделать Чуть раскидести Это уже Ваша фантазия Так, ну и всё В принципе зонт у нас готов Также с этого всего Можно сделать Вигвам Для индейцев Как вариант Чтобы не снимать Потом видео Как его делать Так Ну и всё В принципе зонт готов Жмём опять Drive Смотрим как чего С этим всем Можно работать С помощью TheModellier Включаете кисти Находите TheModellier И с помощью пробела Нажимаете Вот у вас высвечивается здесь Много чего Нажимаете Вот выделяете Ребро Жмёте Пробел У вас стоит Insert И Single Edge Loop Вы можете Вот Добавлять Вот такие штуки Здесь Но опять же Смотрите по видео По прошлым Вот такая Получается штука Можете ей работать Можете Опять же С помощью TheModellier Что-то здесь Вытягивать Где-то Что-то добавлять Так Теперь можно Добавить Именно Стакан Кружку Опять же По прошлым видео Включу Уже готовую Модель Кружки И вот Теперь Сюда Можно Импортировать Наш зонт Жмём Append И находим Наш зонт Так Вот такая Кружка У нас есть И вот Такой зонт У нас Тоже есть Переключимся На зонт Ставим Move Поднимаем С помощью Ротации Это дело Всё Можем Повернуть И с помощью Move Чуть-чуть Вот так Откорректировать Теперь Вот к этому Всему Ножку Добавим Append И добавим Цилиндр Переключимся На него Добавим Немножко Дивайдов Зайдём В геометри Жмём Size Уменьшаем Его Ставим Прозрачность Чтобы Видеть Все детали И вот Так Его Вытягиваем С помощью Ротации Поворачиваем И с помощью Move Вот так Устанавливаем В наш Зонд Вот таким Образом Вот эту Часть С помощью Ctrl Shift И Любой Кисти Обрезной Трим Циркл Поставим Можно Вот так Обрезать Дивайды Уберём И вот так Обрезаем Вот такой Простенький Получился Зонд Здесь Можно Ему Добавить Какие-то Рисунки Какие-то Рёбра Ещё Опять же Используя Вот этот Зонд Ну вот Эту Используя Цилиндр И Будет Всё Классно Офигенно Вот так Всё Простенько Детали Уже Надеюсь Вы Сами Придумаете Как их Доделать Добавить Какие-то Здесь Типа Палки Где-то Что-то Добавить Рисунок И так Далее Всё Всем Пока До свидания Продолжение следует